Наши братья открыли там пункт обогрева. Но об этом вы все знали, слышали. Наши братья из Мерефы тоже там трудятся. Ну, что он в себя представляет? Им предоставили брошенный магазин, потому что многие аж уехали. В Бахмуте до войны было 75 тысяч. Населения сегодня осталось 9 тысяч. И когда приехали наши братья, пришли в администрацию, сказали, что у нас намерение открыть пункт обогрева. Конечно, администрация обрадовалась, это же им тоже большая помощь. Люди в бедственном положении, и это будет помощь людям, оставшимся в городе. Им дали брошенный магазин. Он в пятиэтажном доме на первом этаже. Ну, наверное, размером, как наш молитвенный дом. Ну, приблизительно такой размером. И там есть подвал. И они там, братья, почистили. Он там был загружен какими-то вещами, ненужными никому уже. Они его очистили там в одной комнатке, устроили обогрев, все, чтобы там ночевать. А остальные там комнаты подвала, они холодные. Но помещения в магазине, они тоже привезли с собой электростанцию, потому что в городе давно нет электроэнергии, газа, света, воды нет. Ну, там есть техническая вода, питьевой нет. Ну, и магазинчик так приличный. Или братья там какой-то косметический ремонтик сделали. Так он светло смотрится, хорошо. Вот, и он работает с утра до вечера. И люди, жители, которые живут в основном в подвалах, потому что бомбежка идет, постоянно. Так я засекал, приблизительно в минуту 4 взрыва. Постоянно. Бывает чуть больше, бывает чуть реже. В среднем через 15-20 секунд взрываются. Вот, то есть постоянно бомбят город. И люди, оставшиеся, живут в подвалах. Ну, так как нет воды, конечно, они там топят. Буржуйки поставили в подвалах, где живут. Ну, вы можете представить, топить дровами в буржуйке и месяцами не купаться, не умываться. Люди, конечно, так, ну, похожи на бездомных. Жалко таких. Грязные, заросшие. Ну, есть и люди такие чистенькие. Видать, все-таки ищут возможность как-то за собой ухаживать. Там есть, был до нас еще два таких пункта. Это, ну, они носят одинаковое название. Пункт обогрева. То есть там у них тепло, там работает, там электроэнергия есть. Ну, потому что автономно генератор работает. Вот. И люди могут прийти, чтобы покушать. Там постоянно повара готовят кушать. Можно покушать горячую пищу. Сейчас в продуктах, в Бахмуте, ну, большой такой дефицита нет большого. Потому что завозят очень много. Вот эти продуктовые наборы и обеспечено. Дефицит питьевая вода и хлеб. Ну, с Голландии, там, или с Германии хлеба ж не привезешь, да? Они продукты привозят, а хлеба, в хлеб дефицит. Вот. И наш пункт обогрева, он два раза в день собрание. С девяти утра собрание там, но оно больше молитвенное. И с двенадцати дня, ну, с проповедью, в общем, полтора часа где-то идет собрание. Хотя наши братья проповедуют и в других пунктах обогрева. Ну, там по полчаса проповедуют. Ну, я там с утра до вечера весь день был в Бахмуте. И во всех этих общениях принимал участие. В других пунктах там, знаете, ну, не очень удобно. Потому что во время нашей проповеди или пения людей кормят, там, суп наливают им. Кто-то чай пьет. Кто-то тарелку супа взял и кушает, и нас немножко слушает. Ну, вот такое, как бы, не очень упорядоченное. А в нашем пункте, когда приходит время собрания, прекращают раздавать пищу. Ни чай не дают, ничего. Выстраивают лавочки, так как у нас в собрании стоят. Кафедру ставят, колоночку, микрофон. И проходят богослужения. Ну, наше собрание, полтора часа шло собрание. В тот день, когда я был, две женщины покаялись. Ну, они говорят, в общем-то, почти каждый день есть покаяние. Сейчас, тогда было человек 50 на собрании. А вот сейчас уже неделя почти прошла, да. То есть, сейчас уже вчерашняя информация, 75 человек ходят на эти собрания. И каются люди. Вчера запустили уже душевые кабины наши братья. Сделали там, были комнаты, они сделали там ремонт. Поставили газовую колонку, которая от баллонного газа работает. Очень хорошо греет воду. И теперь люди могут после длительного времени прийти, душ принять. Вот, вот такую услугу тоже. Там они, по-моему, через день. День будет женский, день мужской. И можно принимать душ для людей. Но, ну, бомбят постоянно. Конечно, для нас непривычно. У нас хоть и война считается, но у нас такой бомбежки нет. Я же говорю, за минуту четыре взрыва приблизительно. Ну, и потом, когда мы провели эти три служения, мы с собой привезли тонну питьевой воды и 500 булок хлеба. И мы тогда поехали по подвалам раздавать людям. Ну, во двор многоэтажных домов заезжаем. Да, они уже знают друг друга. Знают они, в каком доме, сколько живет человек. Знают они. Они быстренько сообщили. Люди выстраиваются с баклажками в очередь. Мы разливаем. Но у нас не очень качественное соединение было. И чуть-чуть потеря воды было. Ну, пока мы куб воды разливали, может быть, литров 30 потеряли. С какими глазами люди смотрят, вода же пропадает. Они уже полгода живут вот так. Где-то кто-то даст питьевой воды. Они дорожат каждой каплей воды. А нам кажется, ну, тонну разлили. Подумаешь, там 30 литров потеряли, да? Ширя в кважине накачали, сколько хотим. А люди вот с таким трепетом к воде относят. Даже не так хлеба, как вода. Вот. Ну, и когда мы разливали воду, один взрыв был недалеко от нас. Ну, у меня ж опыта нет, чтобы на слух слышать. А они слышат по взрыву. И как закричат все, убегайте и в подъезд. А мы не спопашились. Они уже выходят назад. Все. Говорят, после такого взрыва обычно летят осколки. И поэтому или надо падать на землю, или надо забежать в подъезд. Ну, Господь так сохранил нас. В нашу сторону осколки не полетели. Потому что мы даже не спопашились, когда не закричали. Когда уже выходят с подъезда. Говорят, все. Все спокойно. Не было осколков. Но когда мы заезжали в этот двор, а потом стали выезжать, то там уже на дороге валялись обломки бетона, металл какой-то там братья. Чуть-чуть разребали, чтобы выехать, да? Ну, вот такая ситуация в городе. То есть постоянные бомбежки, то ближе, то... Там вот больше выполняют эти строительные работы. Подготовили же и здания. А теперь вот душевые подготовили. Ну, и, конечно же, постоянно участвуют в богослужениях во всех. И все такое. Так что постоянно молитесь. Реальная опасность. Реальная война. Бомбежки идут. Но там люди живут. 9 тысяч человек. И если никто туда не поедет, а как людям помочь? А как людям о Христе сказать? Поэтому... Ну, мы еще ездили вот для чего. Посмотреть ситуацию. Потому что многие сестры просятся, чтобы поехать туда потрудиться. Ну, и мое мнение, мнение Володи Кривуце, мы ему поручили, он будет группировать. Смена будет групп через неделю. Вот вторая неделя закончилась, завтра братья едут, и новую группу повезут, а старых заберут. Но Олег Гурский не стал на замену идти, выпросился. Можно я на вторую неделю оставлюсь? Может быть, и на третью захочет? Не знаю. Но за Витю мы уже говорили, что его неразрешиме, если он даже захочет, потому что, оказывается, он ни с кем не согласовал. Ни дома, ни черт просто остался. Мы уже передадим туда, чтобы его обязательно привезли назад. Он неделю отбыл там уже. И Владимир Кривуца, это служитель из Чугуева, ему мы поручили, что он будет комплектовать группы и замену эту делать. Новое поехали, а те вернутся. И замена это уже завтра будет, это уже вторая неделя, как они там трудятся. Ну, вот так, трудятся. И этот труд нужный, только нужны наши молитвы, чтобы Господь сохранил, чтобы все было благополучно, и чтобы этот труд был нечетен, и люди могли бы выжить. И особенно, больше всего, конечно, духовно возродиться, чтобы люди спасение Христово приняли. Ну, вот так информация о Бахмуте. Да, в отношении сестер я не сказал, да? Ну, и мое мнение, и мнение Володи Кривуца, которому поручено комплектовать группы, что пока такая ситуация в Бахмуте, с сестрам не нужно туда ехать. Братья уже там трудятся, сестер не нужно, потому что каждый день непредсказуемая ситуация. И все как раз трубuje, Да? И вообще очень-